Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и для игроков Asphalt Legends Unite наконец-то наступил праздник. В игру добавили дополнительные настройки графики, и сразу же хочу их продемонстрировать. Дело в том, что теперь мы можем выставить вот это свечение, нафиг не нужное, на низкое значение, либо вообще, конечно, было бы идеально его отключить. Далее, лучи можно тоже на низкое, либо, скорее всего, да, отключить, кстати, можно. Вообще, всё добро нафиг можно отключить, но я сейчас этого делать не буду, потому что надо перезагружать игру. Глубину поля можно изменить, разрешение для теней, зачем они столько значений сделали, непонятно. Лучше бы они просто разрешение графики подняли. Или, например, как писали одни из моих подписчиков в Телеграм-канале, 120 фпс завезли, ёккарный бабай. Ладно. Короче, я играю всё по-прежнему на iPhone 13 Pro Max, старое устройство, но до сих пор игруху вывозит. Но тут я замечу один момент. Дело в том, что она начала так почаще подглючивать. И давайте мы отправимся, наверное, вот в третий раунд Гран-при. Прокачусь я на Астон-Мартине, прям вот сразу, знаете, в гонку. Мне он нафиг не нужен. Вейлор называется или Валуар, или Валур. Тачка прикольная, но визуально мне никак, кстати, не нравится. Виктор выглядит пободрее, конечно. А это своего рода, знаете, такой Виктор на минималках. Сейчас мы прокатимся, посмотрим. Визуально. По графике, вот что я выставлял на ультра, что на высокие, я вообще разницы никакой не заметил. Да, возможно, кстати, тени лучше начали отображаться и не более. Чем вот эта вот настройка графики хороша? Дело в том, что те люди, которые играют на каком-нибудь бюджетнике, скорее всего, столкнулись с кучей проблем. И вот за счет этих более глубоких настроек графики, возможно, они смогут с этим... Ну нет, смотрите, под мостом все так же тени отсутствуют. И вот, с помощью этих более глубоких настроек графики, может быть, некоторые игроки смогут более комфортно погрузиться на каких-нибудь бюджетных аппаратах в этот девятый... Ой, девятый. Asphalt Legends Unite. Я все его девяткой называю. Ну, по сути, он не особо чем-то сильно отличается от девятки. Разве что начал хуже идти на некоторых аппаратах, а на бюджетниках вообще все грустно прям стало. Также в конце видео я продемонстрирую вам различные настройки графики, типа до и после, типа низкое разрешение или низкие настройки против высоких, либо отключенные какие-то там настройки графики, и как все это выглядит. Может быть, даже без лучей и какого-то освещения игруха будет намного симпатичнее выглядеть, чем со всем этим добром. Конечно, обязательно посмотрим. Ну, а вы пишите, делитесь в комментариях, как на вашем устройстве стала идти игра при более детальных настройках. Это будет интересно почитать не только мне, но и игрокам, которые вот совсем взгрустнули, типа, блин, ну игра вообще стала плохо идти, и я вообще ее удалил. Также здесь у нас есть ивенты, посвященные Хэллоуину. Ну, далее, тут у нас что вообще такое? Можем какие-то, да, синие жетоны и бабло найти. Во! Стартовала охота на Феррари F50. Вот это стоит пройти, и нужен Cadillac Sign, либо Jaguar F-Type SVR. Вот на нем, скорее всего, я и прокачусь, потому что давно уже не катал на этом автомобиле, вообще не использую многие автомобили. Даже в сетке разработчики не удосужились, конечно, некоторые автомобили в то-то или иной класс-лиге добавить. Но в целом, хотя бы мы стали почаще на каких-то авто гонять, которые раньше не использовали. Моя поездка в Москву на ивент Рустора прошла, я считаю, успешно. Было очень интересно пообщаться с разработчиками мобильных и не только мобильных игр. Реально, ребята шарят больше, чем я, и они даже провели небольшой такой эксперимент, где предложили мне выбрать ту игру, которую я бы хотел, чтобы она появилась на мобилках. И они, короче, разобрали такой сценарий, что надо сделать, чтобы на этой игре можно было заработать, и какие инструменты понадобились бы разработчикам, чтобы ее вообще выкатить на мобилке. И, примером, я взял Сому. Хотя после ивента я такой думаю, блин, ну интереснее было бы, наверное, какой-нибудь Space Marine 2 взять и выпустить на мобилках. Ну или хотя бы помечтать об этом. Здесь, значит, мы однозначно гоняем в этой охоте, забираем чертежи на Феррари F50. Также давайте я заберу ежедневные вот эти автосборы, всякие Т-жетоны и, конечно же, кредиты. И отправимся, кстати, в магазин. Я думаю, что-нибудь можно прикупить в магазине Легенды. Да, конечно, классический набор обязательно откроем. Вот могли бы еще какие-нибудь авто в этот классический набор добавить. Почему они этого не сделали, тоже непонятно. Но геймлофт не были геймлофтами, если бы это сделали. Так. Ну и здесь, смотрите, вот Виктор, кстати, есть у нас. Можно на него чертежик взять. Раньше, как вы уже заметили, я практически все кредиты потратил на вот эти чертежи. Теперь же я покупаю по одному чертежику того или иного автомобиля и все. Потому что кредиты очень быстро начали тратиться. В сетевой гонке я не гоняю, уж простите меня. Но все равно рейтинг для клуба у меня копится. Кстати, давайте зайдем в клуб и посмотрим на лентяев. Они по-любому, наверное, есть там. Ну да, вы смотрите, вот эгоиста. Ну слушай, чувак, он давно у меня. Давай-ка поднапрягись. Вон спектр есть намного шустрее, активнее чуваки. Давайте, ребят, поактивнее как-то. Пока не буду ни у кого удалять. Надеюсь, вы посмотрите этот ролик и немножко постараетесь в этом сезоне. Так, что нового тут понятно? Смотрите-ка, получить награду. Что за награда? Я что-то пропустил, да? Отлично. Еще что-то забрали. Итак, у нас же вышло тут еще обновление и добавили два новых авто. Давайте на них как раз-таки и посмотрим. Насколько я помню, там у нас появилась пенинфорина. Еще одна. И, по-моему, ремак. Сейчас я их и хочу найти. Значит, вот. Автомобили пенинфорина Батиста Эдизиуан Нинофорина. Это у нас точило без какой-либо прокачки. Относится к А-классу. Ускорение у нее будет бомбическое просто при полной прокачке. Максималка тоже неплохая для А-класса. А вот управляемость и нитр, конечно, будут такие себе. Мне пенинфорина, вот это очень нравится. Но, опять же, нам здесь особо ничего такого не предлагают нового. Немножечко другой визуал всего лишь. Ну, а в С-классе у нас, скорее всего, будет находиться как раз-таки ремак новый. А вот и наш ремак Невера Тайм Атак. 400 максималка. Ускорение тоже замечательное будет. И визуально, опять же, ничем не отличается от обычного ремака, который у меня и так уже вот где-то здесь, да, есть. На 4 звезды, правда, прокачан. И то у него... Ну, тут ладно. Он на 4 звезды все-таки прокачан. И у него скорость и ускорение повыше. Но визуально, визуально практически, да, один в один. Нафига надо было добавлять эти автомобили? Пока непонятно. Синие жетоны у меня копятся уже не так активно. Ивент на Сизингер у меня просран. Я остановился вот на пятом этапе и дальше я уже не смогу проходить, скорее всего, потому что автомобилей будет не хватать. А вот с Мерседесом Вижен Ван Элевен дела обстоят немного лучше. И здесь вот я, может быть, даже до конца и дойду. Так, давайте прокатимся на нем. Заберу еще немножечко синих жетонов. Тачила, из-за того, что она выглядит по-киберпанковски, она мне прям очень нравится. Свои же мысли пишите в комментариях и своими успехами можете делиться в моем телеграм-канале. Не забываем туда подписываться, чтобы быть в курсе всех новостей мобильного гейминга. Что выходит, что скоро выйдет. Например, сейчас радуга наконец-то какие-то признаки жизни начала подавать. И вроде как будет скоро технический тест игры. Потому что ее, насколько я знаю, откладывали. Ну и, конечно, The Division Resurgence, может быть, уже выйдет в этом году. А то задолбали каждый раз откладывать. Шикарная тачка. Я бы ее открыл, но, скорее всего, не открою. Потому что автомобилей у меня недостаточно для полного прохождения. А чтобы получить ключ, надо все условия этого ивента выполнить. А у меня там очень мало авто вкачанных. Так, блин, не все я, наверное, выполнил. Но в целом она вот мне напоминает, знаете, какой-то автомобиль из фильма «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Так, что-то мы здесь выполнили. Ну, в целом, неплохо проехали. Да, еще надо будет покатать, конечно, здесь. В целом 220 условий ХЗ получится выполнить или нет. Здесь вся проблема заключается в автомобиле, который у нас имеется в пропуске. Что по ежедневным ивентам у нас? Во-первых, конечно же, есть различные ивенты, посвященные самому сезону. Далее есть вот где-то здесь был хэллоуинский. Ночь фейерверков вот есть. Здесь тоже можно синие жетоны и кредиты добить. Далее есть вот такой вот ивент, где можно чертежики новых ламп забрать. Ну вот я только ревуэлта забрал. Ну и в целом пока тут все. Самым, наверное, интересным плюсом этого обновления было как раз-таки добавление настроек графики. Для слабых устройств, наверное, больше это подойдет, потому что я особо разницы не заметил после обновы. Все, в принципе, так же выглядит. Ну, может быть, чуть лесенок стало меньше и не более. Ладно, народ, на этом у меня, пожалуй, все. Не забываем подписываться на мой канал, на дубли каналов, на телеграм-канал, чтобы оставаться всегда на связи. С вами был по-прежнему Фликер, не только мобильный геймер. Всем пока!